Хочу обратить ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов HOPI DNUA. Ассортимент магазина рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. HOPI DNUA. Это твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Продолжаем работу над диорамой. Как видите, я уже все прогрунтовал. Здесь вы видите только мелочевку и самую такую крупную деталь. Все остальное просто еще на шпажках и не влазит в кадр. Но смысл в том, что они точно такие, поэтому особо показать нечего. А поговорим мы сейчас немножко другом перед покраской. О моих впечатлениях об этой вот грунтовке. Первый раз я грунтовал ее. До этого я грунтовал только из баллона автомобильной грунтовкой фирмы Bosnia. Там два цвета серый и красный. И в принципе у меня сложилось какое-то впечатление. Я как-то могу теперь сравнить автомобильную грунтовку и вот эту специализированную от фирмы Tamiya. Если вам интересно, две минутки уделите на то, чтобы я поделился с вами своими впечатлениями. Значит, самой банки Bosnia у меня нет. Сейчас они все кончились и в наличии у меня нет. Поэтому представьте, что здесь стоит еще баллон грунтовки Bosnia. И давайте поговорим, что же из них лучше. Рассматривать будем с разных позиций, с разных сторон. Во-первых, укрывистость модели грунта. Что там, что там. Она хорошая. Хотя я много слышал, что некоторые автомобильные грунтовки разъедают пластик. С фирмой Bosnia такого не было ни разу. Ну и естественно фирма Tamiya не допустит, чтобы ее грунт разъедал пластик. Поэтому здесь как бы все одинаково. Но условно одинаково, потому что вдруг у вас нет фирмы Bosnia, а вы будете грунтовать какую-нибудь другую автомобильную грунтовку, то возможен вариант, что она ваш пластик поест. Дальше. Удобства. Ну, естественно, грунтовать удобнее из баллона. Мне по крайней мере пару раз встряхнул, пшиканул и все готово. Буквально пару секунд можно загрунтовать всю модель. Здесь все намного сложнее. Здесь нужно расчехлить аэрограф, смешать грунт и растворитель. Причем нужно выдержать пропорции. Затем, после обработки, это все нужно опять промыть этот аэрограф. Ну, короче, времени занимает грунтовка этой штукой намного дольше. Причем не в два раза, а намного-намного дольше. Дальше. Опять-таки по поводу удобства. Что неудобно баллонам, это то, что баллоном ты в квартире не погрунтуешь. Если у тебя нет какого-то покрасочного бокса, потому как понятно, что струя распыляется бы куда. Часть, естественно, попадает на модель, а часть грунтует все остальное, что у вас в квартире есть. И, естественно, ваши домочасы будут недовольны таким положением вещей, поэтому грунтовать из баллона приходится только на улице, либо, как я иногда делаю в гараже, там, где попадание этой взвеси на все остальные предметы особо никак не влияет. Этой штукой можно грунтовать в квартире, как обычной краской. Ты сам регулируешь направление полета струи, скажем так. Из этих соображений эта штука лучше. Дальше. По воне. Автомобильная грунтовка воняет. И я что заметил, что после того, как вы погрунтуете модель, сама модель еще воняет достаточно долго. На мое субъективное мнение, серая грунтовка Боснии воняет сильнее, чем красная. Но, хотя могу ошибаться, может быть это именно чисто субъективно. Но я после грунтовки выношу на балкон поворотовую модель, и она еще там сутки или ночь как. Иначе там какое-то довольно продолжительное время стукнет и воняет. Вот эта штука. Вот эта штука воняет саморастворитель. Воняет противно, конечно. Воняет. Поэтому крышку на все время закрывать. Причем вонь стоит не только во время грунтовки, так как мы разбавляем грунт этой штукой, но и во время мойки аэророва, потому что он промывается, он тоже вот этой вот штукой. Всякие изопропилы и все остальное аэрограф не чистят от этого дела. Поэтому промываем вот этой вот фигней и воняет, конечно, здорово. Но с другой стороны, с другой стороны, погрунтованная модель высыхает как бы быстро и не воняет. Вот как-то так. То есть воняет только это. При закрытой крышке все нормально. После грунтования, в принципе, можно сразу ее держать уже рядом с людьми. Никаких претензий к вам не будет. Ну и последнее, что хочу сказать, это стоимость. Тут мне тяжело сказать что-то, что выгоднее брать, потому что баллон в последний раз я брал что-то около порядка 60 или 70 гривен. Это что-то чуть меньше 3 долларов, скажем так, 2-3 доллара. А этот комплект у нас стоит 13, по-моему. А этот, не проще сказать, в гривнах. Этот я дал 320 гривен, а за этот 170, то есть рубая авария. 500 гривен это стоит, 500 гривен это 20 долларов. Этот комплект стоит 20 долларов. 3 против 20. Значит, этого баллона за 3 доллара мне хватает как минимум на 5 моделей, где-то в 35-м масштабе. Насколько хватит вот этого комплекта, мне сказать, тяжело. Расход не особо большой. Тут еще почти полная бутылка, тут тоже полная бутылка, покрашена одна модель. Что будет выгоднее по итогу, сказать сейчас очень тяжело. Ну, сами можете представить, прикинуть и решить. Ну и какой же вывод, в принципе, я могу сделать. А вывод следующий. Если у вас на улице лето, то, наверное, проще грунтовать баллоном. Вышел на улицу, прогрунтовал и забыл. Если же у нас на улице зима или, как вот сейчас, да, стремиться к зиме, то, наверное, все-таки этот наборчик тоже имеет права на жизнь. Сидим за окном вьюга, за окном снега, а мы сидим потихонечку. Вот, поэтому про цену мы поговорили, про плюсы-минусы поговорили. Так что решать вам, стоит его покупать, не стоит, или же остаться на баллоне, грунтовать баллоном, или же вообще, как особо ленивая, отказаться от варунта. Совсем это уже ваше решение. Ну, а теперь, теперь давайте все-таки перейдем потихонечку к покраске. Так, ну и непосредственно перед покраской все-таки нужно определиться с цветами, которые буду использовать. Под мои цели это все не годится. Цвета я поменяю, но эта цветовая схема как бы останется. То есть будет все так же само, только по-другому. Итак, значит, все, что черное, это ходовая часть, она такая черная останется, так и будет. Белые колеса, в топку белые колеса. Вместо белого буду использовать я черную резину, rubber black. Зачем нам вот эти всякие придумасы? Сама машина, сам корпус у меня будет оливково-зеленый, оливково-зеленый, а вот эта вот крыша я еще толком не понял. У меня есть два варианта. Первый Nata Green, а второй просто Green. И вот что-то мне, что-то мне так подсказывает, что сочетание этих двух цветов, наверное, будет прикольнее, чем этих двух. То есть я когда-то попробую, посмотрим, что получится. Если мне понравится, то понравится. Ну а дальше тоже будут, как я говорил, черные. Это у нас матовые, это глянцевые. Немножечко глянцево там нужно присутствовать. Чуть-чуть будут хаки, совсем чуть-чуть. Чуть-чуть будет алюминия. Его даже вообще кистью буду наносить. Ну а дальше посмотрим, может быть я что-то упустил. Ну в принципе, вроде бы из основных деталей это будут вот этими красками. Ну а там по мелочам, может быть еще что-то подкрашу другими и естественно вам все покажу. Ну вот все детали покрашены. И теперь можно снова брать в руки инструкцию. И начинать с самого начала смотреть, дособирать. И потихонечку, начиная с первого этапа, проверять и собирать нашу машинку в кучку. Параллельно внимательно изучаю, что получается. Подкрашивая все недочеты, выделяя нужные элементы. Ну и все в таком роде. И вот что я сразу заметил, почему я сразу не заметил, мне понятно. Какая-то полоса на крышке капота образовалась. Странно. Странно это. Кстати, про крышку капота. Я решил все-таки оставить пластик, потому что сюжет диоремы не предполагает показ открытого двигателя. И вследствие этого и сам двигатель особо вырисовываться не будет. Он будет поставлен. Но внимания на него обращаться не будет, так как он будет закрыт. И его видно не будет. Ну вот я собрал передок, собрал ходовую, двигатель. Вот так это все выглядит. Подкрасил некоторые места. Ну и в принципе, в принципе, ничем не мешает продолжить работу дальше. А дальше у нас идет кузов. Кузов. Ну и здесь самое такое важное, это вот подкрасить немодрым цветом эту скатку. Добавил кузовок на машину. Приклеил сидушку водительскую. Кстати, интересно такое решение, да, получается. Водитель как бы сидит и в кузове, в то же время у него будет своя кабина. То есть, как бы кузов плавно переходящий в кабину. Я такого как бы никогда не видел. Интересное решение Форда. Вот. Ну и здесь с этой стороны скатку подрисовал. Сзади красный выделил стоп-сигнал. С вот этими железными полосами, пока не знаю, что делать. Так вот, как я их наметил, типа сухой кистью. Но мне, честно говоря, не нравится. И тут я что-то переделал обязательно. И вообще, конечно, машина будет еще ушатываться в полнопрограмме. Походу я тут что-то с двигателем намутил. Потому что кабина не становится на свое место. Мешает ей вот часть этого движка. То есть, по идее, должен быть вперед. Что ли, утоплен. Но у меня как бы вроде и нормально все. Как бы я не знаю, почему так получилось. И что сейчас делать? Ну, что сейчас делать-то понятно. Наверное, я кусок двигателя обрежу. По большому счету его видно не будет. Но вот как-то так вот, как-то так неожиданный такой неприятный момент образовался. Вот уже и кабина практически готова. Все стало на свои места. Вот эту пляму, которая непонятно откуда взялась, она решила подкрасить. А потом вспомнил, что я так красил с осветлением. И здесь было добавление белого цвета в базовый. Соответственно, той краски мне уже не осталось. И вот такого черти что. Но на самом деле, меня это не смущает. Я так думаю, что у меня здесь будет большое ржавое пятно. Машинка будет старенькая, убитенькая. И как раз мы этим ржавым пятном замаскируем вот эту неприятность. Дальше по плану нужно поставить крышу на свое место. Естественно, здесь должны быть стекла. Стекол пока нет. Почему? Потому что, сами понимаете, еще будут всякие смывки. И стекла заляпываются. В маске я одевать не хочу. А так как они будут все время в доступе, то я уже в конце, по окончании всей работы приклею эти стекла. И будет все хорошо. То же самое с лобовым вот этим вот стеклом, которого тоже пока нет. Вклеивать буду позже. И саму эту рамку вклею тоже в самом конце. Потому что она будет только сейчас мешать. Да, я забыл сказать, что из-за того, что эти крепления истравления, и они заходят на борт, вот эта крыша нормально не становится. Здесь это крепление мешает. Поэтому я его, наверное, сейчас немножечко уберу, отрежу. Это все останется. А вот с самого верха надо будет его убрать, чтобы кто-то стал обещалей. И все это дело. Так, ну вот, друзья, вот такой вот получился автомобильчик в сборе. Специально не показываю на зеленом коврике, потому что он, наверное, сольется с ним. Вот так вот это все выглядит. Без остекления пока, понятное дело. Стекло еще рано пока цеплять. И, в принципе, можно было бы его уже скрывать глянцевым лаком для нанесения смывки. Но я думаю, что я, наверное, еще сейчас возьму ржавчину. Из-за вот этого вот пятна дурацкого. Нанесу тут ржавчинки где-нибудь на крыльях. Здесь, потом, скорее всего, может быть, возьму светлое дерево. И где-нибудь здесь еще на кузове пройдусь. Как бы там постирали, скажем, краску такого плана. Ну, то есть, небольшой этап обгодинга. А затем уже будет у нас смывочка. Субтитры сделал DimaTorzok